Безопасность на дорогах и проекты развития общественной инфраструктуры стали главными темами обсуждения на еженедельном совещании главы Чувашии с правительством республики. Минувшие выходные метели заметно осложнили работу дорожных служб, но обошлось без серьезных происшествий. Заторов на региональных дорогах не было. На трассе М7 был ряд заторов. И через Ядрен транспортные средства опускались по региональной сети. И таким образом дорожная ситуация разрешалась. Скажем так, в этом году первая проверка была. Будем делать анализ и будем делать, распланируем вместе с сотрудниками ГИБДД, как при более серьезных осадках будут вести себя дорожные организации. В целом за 11 месяцев ситуация на дорогах улучшилась. ДТП стало меньше на 3,6%, погибших в них почти на 14%. При этом растет количество наездов на пешеходов, в том числе и на пешеходных переходах. Выход – активизировать работу по реконструкции последних с установкой светофоров, дополнительного освещения, соответствующих знаков и разметки. Кстати, об этом нередко просят и жители, если речь заходит о проектах развития общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе, когда сами жители муниципальных образований определяют наиболее важные задачи и финансово участвуют в их решении. В августе этот вопрос обсуждался на Совете по местному самоуправлению. И президент России Владимир Путин отметил, неравнодушное, деятельное отношение людей – это огромная ценность и очень хороший резерв. У Чувашии уже есть положительный опыт работы в проекте инициативного бюджетирования. Например, в самом начале лета освещение появилось на одной из Чебоксарских улиц. Мы обратились по поводу освещения. Администрация, опять-таки, услышав нас, предложила нам участвовать в этой подпрограмме софинансирования, объяснив на пальцах, сколько это будет стоить и сколько из каждого дома. И мы решили принять участие. Еще активнее включились в работу в сельской местности. Из 104 предложенных проектов завершено уже 65. В итоге стоимость проекта составила 89,2 миллиона рублей. Из местных бюджетов было выделено 15,2, 11,7 за счет средств населения, 5,6 за счет средств юридических лиц. Марпасадский район – единственный район, который не участвовал в этом году в этой программе. На 1 рубль жителей и организации сельских территорий вложено 4 рубля бюджетных средств. Глава Чувашии напомнил, инициативам жителей должно уделяться самое пристальное внимание. На 2018 год на реализацию подобных проектов предусмотрено 75 миллионов рублей. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.